привет сноубордисты сегодня покажем вам новую коллекцию масок это новый бренд который к нам приехал буквально вот на днях на самом деле мы уже чуть-чуть снимали про него такой в бросике если вы помните не знаю появится тут где-нибудь не появится ссылочка на это видео но не важно в общем новый бренд масок который к нам приехал из далекой австралии называется он modest не смысле modest петрович смысле наверное скромный если перевести на русский язык коллекция не очень широкая на всего лишь так скажем четыре модели и 5 детская мы сейчас вам покажем все что есть первыми будем сравнивать две модели с магнитными линзами это называется мэйдж 2 и пульс чем они отличаются во первых отличаются разный 2 линзы то есть вот здесь вот на этих масочках на всех темные линзы вторая линза желтая на плохую погоду у маски пульс тоже темная линза но 2 какой-то я честно говоря даже затрудняюсь какой как ее обозвать потому что это какая-то полупрозрачная линза но при этом она с каким-то радужным таким оттенком то есть она вообще предназначена по сути под плохую погоду на самом деле вот наш оператор он катался на так с такой маской и так с таким фильтром и так скажем никаких негативных ощущений у него не было какие различия дальше различия то есть если спереди вы посмотрите на маски то различие сразу бросается в глаза это здесь наличие рамки здесь эту рамку вы не видите потому что фильтр закрывает ее снаружи полностью да и кстати магнитные магниты прошли испытания падениями и ни одна линза не улетела так скажем и дальше отличие в самой конструкции рамы да то есть если здесь ремешок крепится на такую дополнительную дужку она как бы получается прям продолжение рамы то есть подальше от лица то здесь ремешок крепится в середину рамы на лице когда вы надеваете маску это ощущается это ощущается по-разному у разных людей причем вот мы опять же с димоном с оператором мерили эти маски ему почему-то села на лицо хорошо вот этот пульс а мне вот эта маска больше понравилось как она на мне сидит хотя ни та ни другая никаких ну там совершенно ужасных ощущений не вызвал то есть они нормально обе сидят но чуть-чуть по-другому по конструкции самой пены это вполне хороший но как классическая на данный момент трехслойная пена то есть ближайшие который к коже лица прилегает это такой тоненький тоненький флиз и двухслойная дальше пена разной плотности которая непосредственно создает вам вот эту мягкость ощущение на лице из минусов это отсутствие на ремешке силиконового слоя но опять же как мы с вами знаем что настоящие сноубордисты маску носят не на шлем а под шлем поэтому нужна ли это силиконовая полоса решать вам ну еще одно отличие который также явно бросается в глаза это вот здесь вот сверху просто поролончик который вентиляцию закрывает у второй модели здесь закрыта пластиковой такой жесткой крышкой то есть ну чуть более защищена эта вентиляция кстати есть одна история когда-то очень давно-давно у меня были маски разных других брендов они накопились как-то дома лежат себе никого не трогают я в них периодически катаюсь потом в какой-то момент я достаю эти маски старые и понимаешь что у них поролон просто развалился то есть это от времени произошло то есть они лежали дома в хороших теплых условиях там где не на морозе не на солнце а просто со временем даже этот поролон просто начинает разрушать саморазрушаться маски всегда рассматривать нужно как расходный материал и скорее всего вы маску должны чаще менять еще не допуская разрушение вот этого самого поролона но я к тому что здесь вот это вот сверху поролон если он порвется или там разрушится сама разрушится то снег сюда 10 в этом случае попадать не будет если здесь поролон или собака сожрет еще кстати да те у балды знает как собаки жрут маски в общем короче две модели с магнитами по цене разница небольшая вот эта маска стоит 15 800 вот эта маска стоит 16 900 это подороже да немножко по цветам как вы видите это розовый ремешок такой одинаковый причем ее можно рассматривать как девочку и наверное но я думаю ребята тоже не обломаются сейчас много катаются в таких в разных синий цвет оригинальный тупом кстати единственно синяя маска вообще во всей коллекции но и черное и белое здесь тоже есть белое и черное но у бренда modest куча райдеров то есть если вы например посмотрите зайдете на их сайт вы увидите прям огромный список райдеров и вот эта маска это именная маска кого и вот эта маска черная с таким вот оригинальным ремешком это про модель фила хансона следующая пара масок которые представим они называются team и team excel как вы понимаете team просто уменьшенная маска team excel это увеличенная маска так они в основном все одинаковые и кстати друзья мои не переключайтесь не вы не скидывайте нас потому что в конце этого видео мы разыграем две из этих масочек и еще отличие возможно вы видите невооруженным взглядом это отличие цвета запасной линзы то есть вот в маленькой версии team она желтая версии team excel она чуть больше оранжевая если честно ни у одной маски ни у одного фильтра нет никаких данных по света проникновению до что обычно на крутых брендах везде все это показывается здесь информации просто ноль на сайте тоже информации ноль но достаточно знать что у все маски укомплектованы вторым фильтром причем если один из них темный что с вероятностью 100 процентов на солнечную погоду второй из них какой-то желтый или прозрачный или полупрозрачный который на более пасмурную погоду единственная маска которая отличается от всех в размере team xl это вот такая вот маска которая называется butterfly у них просто здесь вот какие-то бабочки на ремешке и вот этот второй фильтр который на пасмурную погоду он вот какой-то такой слегка тоже розово какой-то желтый в общем не просто желтый как этот а еще имеет имеет какое-то напыление все остальные черные и оранжевые заменить здесь фильтр достаточно легко как практически на всех масках вы просто снимаете верхнее крепление здесь есть такие прорези вынимайте по бокам и снизу крепление такие же прорези в общем все достаточно легко но надо все делать аккуратненько при помощи этой же тряпочки в которой вы храните по цветам здесь как вы видите да гораздо больше разных вариаций скорее всего эти маски наибольшим спросом пользуются ну потому что это классическая форма это классические фильтры и ну естественно цена тоже до цена у этих моделей пониже steam excel стоит 13 700 просто team стоит 12 12 300 здесь есть такие коллаборации интересные как например с брендом динозавры должны умереть или динозавры вымрут есть именные маски какие такие например вот как энди джеймс она светленькая но она не белая такой слоновой кости есть зеленая маска это вот кстати да у там у нас была одна синяя маска единственно синие в коллекции это вот единственная зеленая маска в коллекции ну черные белые я даже черные белые не стал доставать потому что здесь есть и черные и белые причем например team excel динозавр will die это черная маска у просто team это белая маска есть некоторые оригинальные цвета тоже вот как такая красная с оригинальным ремешком есть еще коллаборация модеста и бэтвинг ну и давайте разыграем пару масочек давайте так скажем пускай это будет одна маска с магнитом это маска про модель фила хансона черная ну давайте пускай это будет team excel коллаборация с брендом динозавры умрут вот такие две масочки мы разыграем маска номер один вопрос такой что за бренд такой бэтвинг почему с ним коллаборация сделанного модеста и это давайте пускай будет вот эта маска разыграна который динозавра вел дай чтобы получить вот эту масочку фирменную от райдера фила хансона я попрошу вас в комментариях под этим видео ну изучив конечно предварительно интернет и команду вообще бренда модест написать что вы знаете о райдере например вот о том самом филе хансоне кто он откуда на чем катается и так далее чья чай ответ будет максимально быстрым и расширенным выберем победителя и соответственно да как я уже говорил вот эту маску надо ответить что за бренд такой batwing все маски с цилиндрическими фильтрами сферических здесь нет мы померили на себе сидят они все нормально но чуть-чуть конечно по разному скорее всего вот эти вот team которые поменьше подойдут девочкам и подросткам на более маленькие лица на более узкие хотя конечно у каждого черепа размеры разные есть еще кстати подождите детские масочки но забыл про них рассказать линза 10 1 оранжевая она не на магните но она просто вставляется в раму то есть по сути это как это можно сказать безрамная да хотя рама естественно здесь есть просто она снаружи втыкается в раму фильтр один универсальный под любую погоду маленькая детская масочка кстати на детской маске есть силиконовый стреп и все маски совместимы со шлемами потому что стрепа у них очень длинные и вот что касается детей вероятно у детей чаще маски слетают со шлема поэтому здесь есть силикон кстати вот эти цены которые называют и ты уже цены современные да то есть по курсу достаточно большому высокому потому что у нас есть еще остатки например старых брендов и честно говоря на некоторые модели цена весьма удивительные то есть она еще по тем старым курсом которые были год назад поэтому возможно что вам будет интереснее купить какую-то более дорогую ну смысле более технологичную маску по примерно такой же цене либо купить новую маску не с фильтром carl цейс но с хорошим так скажем дизайном который подойдет вам в общем такой бренд к нам приехал из далекой австралии где нет почему-то сноубординга но есть кенгуру зачем они делают сноубордические маски совершенно не понимаю это конечно шутка всем привет приходите к нам и увидимся на склоне